С похолоданием меняется и наша жизнь. Нам приходится принимать правила игры, которые предлагает природа. Особенно ее капризы ощущаются на территориях с резким континентальным климатом, как у нас. Все уже вроде бы привыкли, что даже теплое лето сменяется резким похолоданием. Непродолжительная осень уже в конце октября сменяется зимой. Световой день стремительно тает, а первый снег все равно становится неожиданностью. Каким закономерностям нас приучает суровая природа и как северяне к ней приспосабливаются, расскажет Алексей Шабанов. Самая главная детская радость осени можно с азартом и брызгами шлепать по лужам. Чем двухлетний Леонид с радостью пользуется. Впрочем, скоро маленькие водоемчики на асфальте будут покрывать корка льда. Утром уже небольшие заморозки и в осеннем комбинезончике в садик ходить холодно. Мы ходили вот в этом комбинезоне, он достаточно тоненький, на плюсовую температуру. Как минус один, минус два стало, мы подумали, что нам нужно что-то потеплее. Зимний рано еще добавили вот жилеточку, с жилеткой даже вот так, и все равно прохладно. Поэтому пришлось покупать новый комбинезон, который не зимний, не осенний, что-то между этим, но где-то до минус 15. С наступлением осени нужно не только больше тепла, но и света. От лета к зиме потребление электроэнергии увеличивается на 44%. На это влияет и короткий световой день, и то, что югорчане больше времени проводят дома. Пользовательский пик традиционно случается вечером 31 декабря. Впрочем, по словам энергетиков, в последнее время абсолютное потребление растет несущественно. Можно говорить еще о том, что несмотря на достаточно большой рост строительства жилья в Нижневатовске, общего увеличения потребления не происходит. То есть люди покупают сейчас энергосберегающие лампы, новые оборудования высоких классов энергоэффективности. А вот причина осенней сонливости как раз в нехватке энергии. Из-за недостатка солнечного света в организме вырабатывается меланин, гормон сна. В это время врачи советуют пользоваться дополнительными источниками света и чаще бывать на улице. Но излишне бодрить себя тоже не стоит. Лучше жить в согласии с природой. Осень – это период замирания. Замирает все, и человеку также нужен отдых. Если это не переходит границы нормы, если это состояние не превращается в астеническое, когда человек чувствует постоянную хроническую усталость, вялость, он не может работать. Люди, которые придерживаются определенного режима, проходят довольно мягко эти осенне-весенние периоды. Самое главное – не заснуть за рулем. В межсезонье традиционно опасный период на дорогах. В это время количество ДТП увеличивается на треть. Причем, по словам инспекторов, рост происходит далеко не сразу. В период резких изменений погодных условий, как такового всплеска числа ДТП, не происходит. Потому что водители, учитывая данные факторы, не увеличивают скоростной режим движения, ведут себя аккуратно на дороге, не позволяют себе резких маневров. Но по истечению двух-трех недель начинается всплеск числа ДТП, который связан с тем, что водители уже вроде как адаптировались, но все равно забывают про соблюдение скоростного режима, забывают про увеличение пути торможения. И все это отображается на увеличение числа ДТП. Уже в конце сентября заботливые водители стараются переобуться в зимнюю резину, а югорчане достают из шкафов теплую одежду. И хотя стоят последние теплые погожие деньки от рада для любителей пеших прогулок, а солнце светит и даже греет, одеваться все-таки стоит потеплее. Эту историю для программы «Больше чем новости» рассказали Алексей Шабанов и Евгений Лоскутников из Нижневартовска.